Приветствую вас! Давайте подумаем, что вы можете сделать сами, а что вы сами сделать не можете в силу ограничений работы вашего сознания. Сами вы можете проанализировать свои чувства, свои мысли, которые возникают у вас в результате, например, разрыва отношений. Вы можете проанализировать свои желания, то есть чего вы хотите, чего вам не хватает без мужчины, и в чем, соответственно, вы нуждаетесь в нем мужчины, дабы сделать выводы для себя и, соответственно, подкорректировать свое поведение так, чтобы желания удовлетворялись. Вы можете подкорректировать свое поведение именно как партнера в отношениях в том контексте, чтобы сделать его более естественным для себя, и дабы вы могли в большей степени раскрыться как именно партнер в отношениях, как женщина, дабы быть более привлекательной для своего мужчины, например, дабы он за вас держался, дабы он вас больше ценил и так далее. Вы можете самостоятельно провести ревизию и корректировку своих личных границ и правил того, как вы взаимодействуете с мужчинами, то есть что вы позволяете, что не позволяете, почему не позволяете и так далее. Вы можете самостоятельно определить, как вы взаимодействуете с мужчинами и как вы хотите взаимодействовать с ними, то есть какую роль вы хотите занимать в отношениях с мужчиной. Какая роль вас устраивает? Из какой позиции? Из позиции ведомой или из позиции ведущей или из позиции разной? Вы посылаете коммуникации к мужчине. И из какой позиции мужчина отвечает вам? Вы можете, прежде чем вступать в отношения более-менее серьезные с мужчиной, проанализировать свои желания, свои нормы, ну, то есть вот, свои установки, свои правила, свои убеждения, да, какие-то свои ценности, вот. Для того, чтобы спрогнозировать то, насколько вы со своим мужчиной можете сойтись. Потому что, например, у вас схожие желания, да, ну, например, вам нравится, ну, я не знаю, одно и то же, да, это хорошо, но если вам нравится одно и то же, но при этом у вас разные ценности, что, скорее всего, вам будет тяжело в отношениях. Потому что налицо будет прямое несовпадение. И в таком случае вы бы сэкономили много времени и себе, и молодому человеку, если бы не вступали в отношениях. Такие вот, заранее негативные, заранее резонансные, не совпадающие с, ну, с вами, да, если человек не совпадает с вами. Вот это то, что вы можете сделать само. Но, обращаю ваше внимание на то, что вы говорите «справиться». Вы говорите «справиться», а значит «подавить», «изменить», «избавиться». Это родительская позиция по отношению к самой себе. То есть вы склонны себя подавлять, вы склонны себя обвинять. А это значит, что внутри вас есть конфликт, который, скорее всего, служит причиной того, что вы не можете выстроить адекватных отношений с мужчиной. И вот это то, о чем вы даже не подозреваете, то, о чем вы даже не думаете, то, что происходит естественно для вас, справиться. Вот это без помощи психолога вы не скорректируете, потому что не справляться нужно, а раскрывать. Не подавлять нужно, а позволять этому течь. Не принижать и обесценивать, а наоборот прислушиваться, культивировать и реализовывать. Понимаете? И вот то, что вы говорите «справиться», ну, с этим, вы самостоятельно не исправитесь. Поэтому зависит всё от того, насколько серьёзно вы готовы решать проблему, насколько глубоко вы её готовы решать. Если вы готовы решать её глубоко, в плане того, что вот раскрывать свои возможности, раскрывать свои чувства, раскрывать свои желания, свои потребности, да, и так далее, и так далее, и так далее. В таком случае, в таком случае, вам нужно с психологом поработать. Если вы считаете, что вам достаточно будет того, что я сказал, того, что вы можете сами сделать, ну, может быть, вам этого достаточно, попробуйте. Поэтому я рекомендую сперва попробовать, сперва действовать самостоятельно, если не получится, обращайтесь к психологу и тогда уже поработайте. Поймите правильно, что вы задаёте вопрос не совсем корректный, потому что психологу невыгодно сказать вам, что вы можете с этим справиться самостоятельно. Ему выгодно сказать вам, что только с ним вы справитесь, потому что, ну, для психолога это работа и с точек дохода. Здесь вы, скажем так, ставите человека перед соблазном. То есть, вот насколько для вас авторитет незнакомых людей важен, поверите ли вы мне, если я скажу, что вы можете справиться сами до определённого предела, после нет? Поверите ли вы другому, если он скажет, что сами вы с этим не справитесь и что вами двигает бессознательный страх близости с мужчиной? Насколько вы готовы верить? И если вы готовы верить, то это не очень хорошо, потому что отсутствует фильтр, фильтр вашего восприятия. А если вы не готовы верить, то ваш вопрос это всего лишь фикция, потому что по сути вы сами знаете ответ, вы сами знаете, что будете делать, но ждёте подтверждения своего решения. То есть, это по сути не вопрос, это по сути посыл такой, подтвердите мне, что я права, и всё. То есть, понимаете, да, вопрос с вами поставлю некорректно. Вот. Его надо перефразировать, перефразировать. Например, вот у меня не складывается отношение с мужчинами, вот я тяжело переживаю. О чём это говорить? О том, что у вас есть сверх мотивация быть в отношениях. Всё. Я хочу снизить сверх мотивацию быть в отношениях, хочу быть более независимым. Плохо ли это скажется на моих отношениях с мужчинами? Нет. Наоборот, даже будет лучше, потому что мужчины будут, может быть, больше вам интересоваться, больше будут стремиться вас завоевать, и больше будут ценить. Понимаете? Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!